Здравствуйте, мои уважаемые слушатели! Я занимаюсь эволюцией мозга человека и очень далек от всяких таких политических и экономических экзерсисов. Это от меня очень далеко. Я в основном занимаюсь простыми вещами, связанными с выращиванием перчиков, помидорчиков, ну и их поеданию под всякие приятные во всех отношениях настойчики. Ну и мозгом, конечно, по мере сил и возможностей. Проблема, тем не менее, существует. У меня из-за того, что я занимаюсь эволюцией гоминид, то бишь гомо-сапиенсов, меня нет до назойливо и настойчиво спрашивают. А вот как там будет в Европах, как там будет в Америках? Слушайте, я не политик, я не знаю, как там будет и как конкретно это всё будет осуществлено. Но некоторые соображения у меня есть. Ну и наблюдение, конечно, потому что многие гоминиды представляют собой прекрасный образец. Ну типа вот этого ватога, то есть бородавочника, который населяет Южную Африку. Такой маленький, агрессивный, слобный и очень быстрый поросёнок. Так вот, здесь недавно мне пришлось заняться благородным делом – очищать крышу сарая от вот таких устройств. Это на самом деле гнёзда осины. Иногда они достигают больших размеров. Вот такие у нас. А бывает и побольше. И там живёт куча ос. И что-то расположение осинников на крыше сарая у меня вызвало странные ассоциации. А именно, чем-то они мне напоминают страны Евросоюза такие. Пустенькие-пустенькие. Миленькие-миленькие. И одногодичные. Потому что на самом деле у ос, которые меня приложили, естественно, в лёгком стиле, у них тоже очень странные циклы, у этих европейских стран. Ну, дело в том, что осы – моноциклики. То есть, что одна оса обосновывает сначала маленькое гнёздышко. Вот такое. Выращивает несколько своих рабочих ос. Которые начинают его строить, увеличивать в размерах. И выводят новых рабочих ос. И он разрастается. Разрастается, и когда достигает огромных размеров вот таких, значит, они уже начинают выводить новые поколения в самом конце лета. Новых ос, которые все будут самками, разлетятся, попрячутся. И после этого всего на следующий год дадут новый цикл новым бесконечным вот таким осинникам. То есть, такие вот одногодичные существа. Как-то мне это напомнило Европу. С их безумными затеями, которые, как сказал один великий политик, раз в столетие собираются и нападают на Россию, чтобы получить коллективно всем по заднице. Ну, собственно говоря, сейчас и происходит именно это. Людей, конечно, жалко, которые гибнут во время СВО. Но ничего не сделаешь. Агрессия Западной Европы, включая Америку, конечно, она неизбежна, потому что жизнь в условиях хронической халявы, то есть, когда большая часть достижений экономики, связанной с тем, что умело организовывание, обворовывание других стран, дают возможность населению пить кофе и рассуждать о размерах бриллиантов. Ну, так вот, это дело подходит к концу. И, как показывает опыт, многие осинники, так и не достигнув большого размера, пустеют, как, впрочем, и в нашей стране. Причин для этого много. Михаил Хазин с удовольствием вам об этом расскажет, потому что он разбирается в экономике, в отличие от меня. Я могу констатировать только одно, что снижение корма у гоминид неизбежно приводит только к одному результату. Они начинают искать, где лучше. Ну, пока еще в Россию можно въехать, советую этим и воспользоваться. Но не только по той причине, что у нас точно будет больше еды, и точно будет больше электричества и газа. Тем более, что многие странные, бывшие страны СССР, теперь отдельные государства, стали как-то там тихо выпендриваться, за что будут лишены основных ресурсов. Я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Но проблема в другом. Из Европы было бы хорошо сбежать во всех отношениях. Не только потому что там будет холодновато, потому что, вы гляди, добрый гольфстрим нырнет под теплые, пресные, в смысле, легкие воды, которые идут от Северного полюса. И так окажется в глубине, где-нибудь километров на 400, а то и на 1400, подальше от Европы. И что тогда начнется? Ах, то, что мы видим на картинах великих художников эпохи Возрождения. О том, как на Темзе, так катались на коньках. И с сеной были проблемы. Ребята, будет холодно. Причем вся эта история может случиться очень быстро. Как показывает предыдущий холодный период оледенения, европейское, знаменитое. И с едой будут проблемы. Но это все ерунда по сравнению с другой перспективой. Замерзнуть, оголодать – это еще не сразу. Потому что, натаскав с Украины фуражного зерна и кукурузы, в общем, немножко подстраховались. А проблема заключается в том, что вот эти все маленькие страны, которые выступали всячески в момент СВО, за то, чтобы нас раздолбать и все у нас отнять, вот теперь, мне кажется, можно восстановить справедливость. Ну, там, допустим, вот эта маленькая страна «Х». Она поставила пять танков «Леопард» опасные. Как пошутил наш министр обороны на передовой. Может быть, и вам, говорит, повезет. И до вас они доедут. Потому что нет слащи для русского человека, владеющего оружием, отстрелить немецкий танк. Там, говорят, скоро будут «Абрамсы». Их просто неправильно производить. Их надо произносить не «Абрамсы», а «Абрамсы». Потому что это будет еще отдельный аттракцион. Хотя американцы испытают свою броню, но я думаю, что будет это крайне неприятно. Так вот, маленькая страна поставила пять танков. Значит, чего? Значит, по правительству, по главным военным базам, пять танков, пять калибров. Ну, мне кажется, это справедливо. А если большая какая-то страна, например, Немчурия, она поставила много леопардов, ну, значит, много калибров. А может быть, еще что-нибудь поинтереснее. Так что такая опасность есть. Если вы думаете, что Россия забудет о вас, нет, на этот раз никакой нежности, я боюсь, вам не светит. Но и это не главное. Вот видите, у меня одна маленькая европейская страна, ее сдуло ветром, даже независимо от моего желания. Есть ситуации пострашнее. Дело в том, что наш добрый товарищ Зю, директор, я бы сказал, соседней страны, с которой мы находимся в СВО, он почему-то требует ракеты очень большой дальности. Меня это пугает, честно говоря. Не в том смысле, что он до Москвы добьет. Попыток таких было много. А в том, что расстояние-то, например, от какого-нибудь хорошего города там на западе Украины до Евросоюза, если взять и посмотреть, как там Шторм Шэдоу летают, да, вот взять такой циркулем, и так немножко обвести, то выясняются ужасные вещи. Понимаете, вот эта манипуляция с циркулем, она открывает глаза, а вы представьте себе, что нашего любителя утешительных веществ, сидящего на банковской, не устроит очередные поставки всяких полезных бронебойных устройств и ракет. И он возьмет те самые ракеты дальнобойные, которых у него становится все больше и больше и больше, и запустит их в другую сторону. Ну так, чисто с педагогическими целями, чтобы пошустрей помогали. А? Берлин, Варшава, Вена, Париж. Они так окажутся близко. Надо быть, конечно, с интеллектором перепончатокрылого, чтобы поставлять любителю вредных веществ такие штучки, которые, я думаю, на Южмаше легко перепрограммируют для того, чтобы они не пользовались горячо любимыми американскими спутниками наведения. И тогда, ребята, там же не нужно высокой точности. Там же главное – потери. И в Европе возникнут такие тонкости, связанные с уменьшением населения в столицах крупных городов, что, боюсь, мало не покажется. Поэтому я считаю, что надо всемирно поддерживать поставки дальнобойных ракет с одной стороны на южно-русские территории, а с другой стороны я призываю товарища Зю их экономить. Потому что, так сказать, ему надо ведь устроить для обидевших его западников эффект «мертвой руки» знаменитой. Ну, не ядерной, конечно. Но так. Хотя, как попасть? Там в Германии есть некоторые базы, можно попасть так, что и «мертвая рука» будет советского периода. Так что у нас с вами большие перспективы в Европе, связанные с такими вот неожиданными решениями, которые принимаются осиными мозгами. По-другому я объяснить это не могу. Подлететь, куснуть, откусить кусочек мяса и убежать. Ребята, наступит завтра. Наступит завтра, и ваши выкормленные вами дурачки, которые пытаются манипулировать и вами, и вашим руководством, они могут использовать вашу глупость против вашего населения. Так что будьте крайне осторожны. Если у вас сохранилась хотя бы одна прямая извилина, не делайте очевидных глупостей. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok